Добрый вечер. А вы помните какие-то по счету санкции сходу с 2014 года? — Нет, не помню. — Зато слово какое у нас, привычное для нас уже. — Ну, оно стало привычным, поскольку его многие к месту, не к месту употребляют. Но сами по себе санкции в отношениях межгосударственных — это, конечно, ненормальная ситуация. — Ну да, но есть такой еще момент, знаете, когда мы чувствуем себя совсем маленькими, и не в силах что-то изменить, а вот два лидера меряются. Кто из них круче? Нет такого ощущения? — Ну, конечно же, есть. Потому что вы же сказали, что два лидера. Лидер — это, как угодно к этому слову можно относиться, но это квинтэссенция государственной политики государства. И в этом смысле действительно Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация делят в этом смысле мировое пространство. Наверняка вы слышали, что от однополярного мира, вроде как дрейф многополярной системе, Китай предъявляет свои запросы на то, чтобы участвовать вот в этой мировой, не знаю, мировом разделении, если угодно, политического влияния. Это процесс неизбежный. В 21 век геополитика во многом меняется, а ее проявления, к сожалению, во многом проходят в старорежимных таких, что ли, формах. И вот санкции — это одно из проявлений таких старых подходов. Ну хорошо, мы ничего не можем с этим сделать, но тем не менее мы утром выходим на работу, вечером идем в магазин, что-то там видим, как-то привыкаем к этой новой жизни. Вот с введением новых санкций, возможно, 22 августа, никто же не сказал точно, что они будут. О чем сейчас идет речь? Чего нам ждать? Из того, что можно прочитать в открытом доступе, речь идет о том, что американцы, ну, американское правительство запретит своим компаниям продавать любые электронные компоненты для потребителей в России. Они пишут, что двойного назначения, но по большому счету современная техника, тем более электронная техника, она, как правило, вся двойного назначения. А сам по себе список запрещенных поставок, если раньше он рассматривался при каждом контракте, при каждой поставке индивидуально, то теперь, в общем, чехом запретят. И что в этом списке, никто не знает. Это опасная вещь для нас. Ну, о чем может конкретно идти речь, чтобы нашим зрителям было понятно? Это слишком абстрактно. Запретят любые продажи? Ну, я не знаю. Вот у вас стоит оборудование в вашей телестудии. Наверняка половина, если не большая часть комплектации из американских тех и иных... Но отечественного здесь нет ничего, это абсолютно точно. К сожалению, да. И это означает, что через какое-то время у вас могут начаться проблемы с поставкой запасных частей, к замене какого-то оборудования, если эти санкции реально будут введены в том объеме, о котором они говорят. Ну, а мне, как простому человеку, что от этого? Ну, вам, как работнику телевидения... Ну да, мне, например, не купят новые камеры, хорошо. А если мне, как человеку, просто? Ну, тогда смотрите. Вот впрямую пострадавших, скорее всего, не будет. Вот так прямо от санкций, что Иванов Иван Иванович получит какую-то проблему. Но косвенные проблемы наверняка так или иначе коснутся достаточно многих людей. Инфляция будет чуть выше. Объяснение рубля. Вот только на объявление этих санкций реально Центральный банк понизил курс рубля почти на 2 рубля 70 копеек доллару. Уже откат назад пошел. Но, тем не менее, это существенное снижение. Два года назад были такие цифры. Евро, соответственно, точно так же отреагировал. Значит ли это, что мы завтра, ну, не завтра, послезавтра, через неделю придем с вами в магазин и увидим, что ценники опять переписали? Думаю, что да, потому что это, во-первых, может служить для торговли поводом. Уж не знаю, будет ли у них удорожание, не будет, но уж попытки поднять цены, оправдывая этими вещами, это точно будет. Если смотреть по кругу наших предприятий, красноярских краевых предприятий, большую часть точно так же впрямую эти санкции ни сегодняшние, ни вчерашние не коснулись до сих пор так, чтобы сказать, что они срывали свои поставки, не исполняли контракты, не платили заработную плату или налоги, этого не было. Но беда вот этих санкционных отношений или отсутствия нормальных отношений заключается в том, что мы не знаем, что еще взбредет в голову нашим партнерам по торговым отношениям. Нет, но почему мы знаем, они сказали, что они же поставили нам ультиматум, если мы не предоставим гарантии неприменения химического оружия, то будет второй пакет санкций в ноябре. А это вообще жесткий запрет на экспорт-импорт и на полеты аэрофлота в США. Но аэрофлот тоже, наверное, мало кого касается. Будет он летатель? Нет, аэрофлот касается очень многих людей, потому что львиная доля пассажиров это все-таки наши граждане российские, которые в силу разных обстоятельств летают в Америку. Мир сегодня стал более тесным, более компактным. В этом отношении будет очень обидно, если такие запреты в самом деле повлияют на судьбы наших людей. Но мне кажется, здесь более важная вещь даже не то, что коснется компании аэрофлота. То, что речь идет в этих санкционных перечнях, речь уже о вещах, за которыми непонятно будущее. А дальше что? Вот не зря некоторые аналитики сравнивают сегодняшний набор вот этих санкционных мер с тем, что американцы делали в отношении Ирака 16 лет назад. Как мы помним, это закончилось очень плохо. Была очередная Ближневосточная война. И вот к чему эти санкции могут привести? Насколько они могут отразиться на наших отношениях? Или это просто элемент внутри выборной, предвыборной кампании, которая развивается в Америке по поводу выборов в Конгресс? Они ведь нам об этого не говорят. Ну, по крайней мере, нам в широком доступе не шепчут. Да вы не обращайте внимания, это мы там сами с собой балуемся. И в этом отношении вот эти попытки привязывать любые причины или поводы для того, чтобы объявлять санкции в общем-то большой и серьезной стране, которой является сегодня Россия, которая, как всего мы начали с вами, претендует на свою заслуженную во многом роль в геополитическом устройстве сегодняшнем. Конечно же, язык санкций, он непродуктивен с любой точки зрения. Завершается, к сожалению, наша программа, поэтому я бы попросила вас сделать какой-то небольшой анализ. Если мы говорим просто о простых людях, об обывателях, о простых красноярцах, что нам сделать? Перевернуть бумажку и сказать, да не буду я про это читать, или к чему-то готовиться. Чего ждать? Ну, готовиться ни к чему образом не надо, потому что сложно подготовиться. Это же не прогноз погоды, которые нам метеорологи говорят. Просто взял зонтик пошло. Да, берите зонтик или там не берите зонтик завтра. В этом смысле надо рассчитывать в этом отношении, что люди, которым доверено нашим обществом, страной, управлять вот этими внешнеэкономическими процессами, Министерству иностранных дел, президенту страны, правительству российскому, что у них хватит в этом смысле мудрости политической для того, чтобы урегулировать отношения с нашими партнерами в Америке. Потому что мир в любом случае лучше, чем холодная война, и мы это проходили, у многих это на памяти осталось. И рассчитывать нужно, собственно, на это. Ну, а с точки зрения экономики, реальной, локальной нашей экономики, нужно понимать, что у нас достаточно хороший запас прочности у российской экономики, у красноярской экономики. Нам не грозят всеиминутные проблемы, которые вот после введения этих санкций с утра прямо-таки на наших продуктовых прилавках отразятся. Прочности у нас достаточно. Но если вы никому не верите, то можно рассчитывать на себя, копить деньги. Ну, на себя всегда нужно рассчитывать, расчетливым людям, это правда. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова